МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ростовская область освободила инвесторов и горной зоны Азов-Сити от уплаты налога на имущество. Депутаты Законодательного собрания утвердили поправки в областные законы о налоге на имущество организаций и об инвестициях в Ростовской области. Льгота может быть предоставлена на срок окупаемости проекта, но не более чем на три года. Также власти возьмут на себя все расходы по строительству и подключению объектов к сетям, исключая электрические. Всего на создание инженерной инфраструктуры администрации выделят 3 миллиарда рублей. Кроме того, ростовские чиновники не стали устанавливать крайних сроков сдачи проектно-сметной документации и окончание строительства игорных домов, указав только предельный срок начала строительства – 1 июня 2009 года. О том, что сейчас происходит с Азов-Сити и с азартными играми России, в нашей рубрике «Гость студии». С Лаврентием Губиным, директором по коммуникациям компании Storm International, беседу ведет наш комментатор Надежда Медведева. Здравствуйте, Лаврентий. Добрый день. Итак, мы сегодня с вами говорим о реформе игрового бизнеса в России. Вы знаете, есть такая статистика – 85% посетителей игровых заведений – это любители игровых автоматов, которые находятся практически рядом с домом. Вот основной контингент открывающихся игровых зон, каким он будет? Безусловно, я и в нашей компании проводили оценку действительно возможностей какого-то бизнеса на этих зон. Говорить о том, кто действительно поедет в эту зону, пока очень сложно. Если там действительно создать какие-то выдающиеся условия, что потребует колоссальных не только денег, но и временных затрат, то, может быть, можно говорить о каком-то туризме высокого уровня. Например, опрос наших игроков. У нас довольно большая база, 5 казино в Москве. Показали, что порядка 5-10% готовы туда съездить. Просто ради интереса посмотреть. Тоже, в общем-то, не очень утешительный результат. Вложение денег в цивилизованную игровую зону на Западе достигает 30 миллиардов долларов. В России за 4 года во всю игровую индустрию было вложено порядка полутора миллиардов долларов. Скажите, что нам мешает вкладывать большие деньги? На сегодняшний день в России нужны были именно такого объема инвестиций для того, чтобы удовлетворить рынок. На Западе, в Лас-Вегасе или в Макао, в других европейских странах спрос больше, более высокое состояние населения материальное, соответственно, больше инвестиций в развитие бизнеса. То есть на рынке сейчас не сформировался спрос в большем объеме? Он до сих пор формируется. Причем буквально только за последние годы мы подошли к какому-то цивилизованному уровню, когда уже стали отсеиваться низкокачественные, несоответствующие мировым стандартам заведения. И вот столкнулись с такой историей, что все, видимо, придется начинать с начала. Июль 2009 года все заведения должны быть закрыты и перемещены в чистые поля. Ну вот, что касается как раз этого срока, то, как прогнозируют эксперты, игровая зона Азов-Сити, например, они считают, открытой не будет к этому времени. И, в общем-то, скажем так, боятся появления черного рынка. То есть это возможно? И если он действительно появится, то каким будет его влияние? Мы столкнемся с нелегальной формой, и формы будут совершенно разные. С одной стороны, для небогатого населения, не очень материально состоявшегося. Это наиболее уродливая форма. Но также будет форма для очень богатых состоятельных людей, закрытые клубы, которые позволят им получать то, в чем они нуждаются. Но уже не будет никаких налогов, не будет никаких социальных гарантий для работников, опять же, для тех же игроков и так далее. И будет, соответственно, рост коррупции. И государство придется потратить немалые средства на борьбу с подобной формой бизнеса. Вот вы говорите, закрытые клубы. Слово закрытые сразу как-то наводит на мысль, что что-то тайное там происходит, никто не понимает, что. И в сознании обычного человека, обывателя, игровой бизнес, он как-то так или иначе всегда связан с какой-то вот криминальной стороной, что ли. Вот какова реальная ситуация? Вот насколько все-таки криминализирован этот рынок? На сегодняшний день существует ряд серьезных компаний, которые инвестируют слишком большие деньги для того, чтобы рисковать своей репутацией, так как бизнес без криминала и так и носит серьезные доходы. А как много желающих стать резидентами игровых зон? К сожалению, желающих практически нет. А с чем это связано? Связано это с рядом причин. Прежде всего, отсутствие каких-либо политических, экономических и законодательных гарантий. Во-вторых, отсутствием инфраструктуры. В-третьих, с отсутствием уверенности в достаточном спросе этих территорий с точки зрения туризма. Ну и еще ряд других уже менее существенных составляющих. Поэтому это довольно рискованные проекты и, может быть, в какой-то отдаленной перспективе, измеряемой десятилетиями, это могло бы стать интересным проектом, но при тех условиях, которые были поставлены государством, к сожалению, реализовать серьезный проект невозможно. На самых высоких верхах, видимо, не представляют, как все это будет. Поэтому я думаю, что в течение следующего года нас еще будут ждать сюрпризы. Возможно, разные решения. И отсрочка этого переезда, и более взвешенный подход. Или все-таки оставить крупные казино в городах с определенными ограничениями, определенными условиями. Есть, возможно, варианты. Но, опять же, вот в той форме, в которой существует закон на сегодняшний день, его чисто технически невозможно исполнить. Спасибо, Лаврентий, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был директор по коммуникациям компании Storm International Лаврентий Губин. Оставляйте свои отзывы на сайте www.ucrnews.defistv.com Мы ждем ваших комментариев. До встречи во вторник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok